Сегодня в ролике. Накладываем клей и продолжаем кладку наших фронтонов. Запилы и распилы керамоблока. Дождь и сколько его во Франции. Керамоблок. Плюсы и минусы. И еще много разного и семейной стройки. Всем привет! Всем привет! Сегодня продолжаем нашу стройку. Сегодня будем выравнивать по высоте наши средние фронтоны. Или вот эти простенки, которые будут в середке. Так получилось, что мы там залили пояса, а по середке нет. А блок, который по поясу идет, он у нас получается высотой 25 см. Поэтому сегодня мы будем вложить такие же блоки U-образные здесь. Тоже в эту высоту. Но выбивать уже эти простенки не будем. Будем их просто так ложить. Вот. Сверху раствор и следующий ряд. Моя основная работа состоит в том, что я накладываю клей в тележку. Сегодня хорошо, досмачивать не надо, все мокренько. Вообще классно, не жарко. У нас то плюс 30, то плюс 16. Я даже не знаю, что мне больше нравится. Плюс 30 или плюс 16. Вот такая высота нам нужна. По статистике, на севере Франции в июне выпадает около 61 мм осадков. 1 мм осадков – это 1 литр воды на 1 квадратный метр земной поверхности. Ну, то есть 61 литр воды на 1 квадратный метр. Ничего себе, не так уж и мало, не так ли? Может быть, поэтому мы с Артемом иногда жалуемся, что нам мокровато работается. Таким образом, можно сказать, что июнь является самым дождливым месяцем в году. Честно сказать, иногда совершенно нет никакого желания выходить и строить, когда смотришь в окно, а там вот так. Но надо, значит надо. Добавим себе плюс 50 к армии. И вперед. Ну, я жду, пока кирпичик уобразный. Ну, я без перчаток, дедушка сказал, нельзя без перчаток. Орликино, Орликино. Не было меньше размера? Были. Но эти были самые дешевые. Все хорошо? Поехали? Да. Теперь мажь и ставь, мажь и ставь. Как я люблю. Перчатки надо надеть. Маша! Маша! Маша-маша. Маша мажет. У нас с тобой вообще какой план на это лето? Что мы должны успеть сделать? Не должны успеть сделать крышу до дождей, да? Ну, судя по всему, мы уже не успели. Почему? Потому что вчера был дождь? Потому что уже дожди. Мы за два дня лета не успели сделать крыши. Ё-моё! Вот такой кирпич вырезать придется нам 25 сантиметров высотой. Вот такой вот краешек. Сейчас надо будет его сделать 20. Так, пилим. Делаешь поддон? Украли? Конечно! Пришли, думаешь, чтобы украсть. А вот, смотри, поддон стоит. Нет! Не украли, вот он, смотри. Уйди маленечко. Пилийте, Шура. Ну, в такую погоду, конечно, работать приятнее, потому что... Ну, когда сильно жарко, это очень тяжело. Не так сохнет клей. Есть время чуть-чуть подумать. Не, я думала, ты про физическую именно сторону работы рассуждаешь сейчас. Ну, и про это тоже, да. Это тоже. Верно. Так, проверим уровень. Четко. Вот как мы начали там на самом первом этаже. Первый ряд по линии выложили. Так вот у нас все время, я их не померю, все время ровно, 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 ровно. Даже не верится. Что мы тут имеем? Вот этот кирпичик мы будем ставить сюда. И видно, что... Что он повыше чуть-чуть. Надо его по высоте отпилить. И смотрим, что у нас получилось. Ну, вот ровно. И все, и сейчас сверху сразу поставим второй камень и закрепим наш успех. И вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» Еще один Керамоблок показал себя оптимальным для нашей ситуации строительным материалом Во-первых, он легкий, очень быстрый в вкладке, время монтажных работ колоссально низкое Кроме того, идет экономия кладочного раствора Мы купили 10 мешков клея, израсходовали 9 Дом почти что готов, остался один мешок, думаем, нам хватит Но образ идеального строительного материала несколько тускнеет из-за наличия некоторых недостатков Во-первых, это, конечно же, цена Высокое водопоглощение Вы знаете, какой тяжелый он становится, когда идет дождь Кроме того, необходимы специальные инструменты для его распила Вот такая вот пила, как есть у нас Она крайне необходима ничем другим и ровный край не получишь Сложность в эксплуатации Как мы поняли, если нам потребуется прикрепить к стенке кронштейн для телевизора Или, конечно же, профиль для гипсокартона Нам придется воспользоваться каким-то специальным анкером Или специально предназначенным для вот такой вот пустой керамики крепежом Мы еще пока в этом не разбирались Но думаем, придется разобраться Такие небольшие углубления будем делать, такие небольшие Кляксы Шлепки Кляксы клея Краешки намажем Такая шикарная вот одна комната Давай детям скажем, что у них будет одна комната на троих Нормально, смотри, как хорошо Никаких тебе простенков не надо Зашли, три кровати поставили, пусть спят Вообще отлично, я считаю Так, ну чуть-чуть-чуть Да, еще один ряд, все, на сегодня Да, вот такие нестандартные моменты, они, конечно, все время Очень затягивают работу Кажется, что ну совсем немножко положить И ты весь день занимаешься Столько подрезок, столько пропилов Было прикольно, когда просто выкладывал стену Да, вот прямую Оказывается, было так просто Я буду держать Иди Все равно, когда солнышко светит, приятнее Чем когда вот это вот тяжелые облака Такое желание лечь На диван и не двигаться Да? 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 Как акцель? Да? 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 Вот здесь такой блок, как будто его откусили Как будто его пришел, он такой Динозавр Очередная наша страничка строительного дневника перевернута Да, заканчиваем сегодня таким вот Вот такой прикольный Кусочком сантиметр Чудой, да? Классно, вот все куски, которые есть Все, короче, пошли в дело Вообще почти ничего не выбрасывается Это, конечно, плюс Все, ура, ура, ура Работаем мы сегодня с тобой с 10 часов Уже у нас 4 часа дня Можно сказать, без обеда Ничего себе Казалось положить два ряда всего С одной стороны, с другой стороны За то, что это постоянные подрезки, подрезки Какие-то выравнивания Затянулось это все дело Вновь все равно классно Да, здорово Продолжаем следить Коллега Всем пока Всем пока